Приветствую вас дорогие друзья! Добро пожаловать вновь на канал MetaProjects! Мы продолжаем проходить кампанию Героев Мечая Магии 3, Возрождение Ирафии, сейчас у нас происходит Компания Освобождения и следующая миссия, где нам что-то нужно сделать, а у нас сделка с дьяволом. И для победы нам необходимо захватить город Клезив. Да, пройти некоторых стражей можно только при помощи артефакта, который мы в прошлой миссии с собой взяли. Я так понимаю, что если мы все это сделаем, то он перейдет с нами в следующую кампанию, в наш следующий сценарий. Ну здесь возьмем стрелочку и начнем кампанию проходить дальше. Я Дорелл, авлийский посол. Я привез вам весть от королевы Катерины. Вскоре после того, как Стедвик был отбит, перед королевой предстал Криганский посланник. Он утверждает, что Роланд Айронфист, королин рота, томится у них в плену. Криганцы запросили выкуп в один миллион золотых за его жизнь. Возможно, они блефуют. Королева Катерина не желает платить. Допросив посланника, мы выяснили, что Роланда держит в плену клан Крила, чьи владения лежат в самом сердце Эофола. Ваша задача обнаружить военную базу клана и спасти Роланда. Авлий готова оказать вам военную поддержку, прислав дополнительные войска. Это задание крайне опасно. Возможно, Криганцы просто хотят заманить нас в ловушку. Понятненько. Итак, в письме, полученном от правителя Эофола, недвусмысленно говорится, что король Роланд Железный Кулак пленен дьяволами, чтобы сохранить ему жизни, требуется выкуп в один миллион золотых. Кстати, не так много. Точных доказательств нет, но тщательный допрос посланника показал, что клан Крила удерживает Роланда на территории Эофола, где-то близ самой границы. Правда это или нет, королева все равно не отступит. Главная крепость клана Крила, Клезев, находится по ту сторону границы Ирафии. Вы должны захватить Клезев и освободить короля Роланда. Если он действительно там, маловероятно, что они стали держать заложника так близко к передовой. Так что будьте на щеку, не исключено, что это искусно устроенная ловушка. Вам на помощь прибыли войска из Овли. Удачи и пусть свет небес оберегает вас. Итак, что я могу заметить? Я могу заметить, что у нас тут... Я уже запускал эту миссию, да? Пару раз и вижу, что у нас меняется главный герой случайным образом. То есть в этот раз нам попался Ворин, не кто-то иной. Давайте посмотрим, что у нас в таверны вышло. Сорша. Сорша хороший герой и вот Йо к нам не очень нравится. Ну Соршу мы конечно же будем брать, но наверное где-то в другом заведении. Давайте посмотрим по карте, что у нас тут творится. Вот здесь можно взять, кстати, вот здесь мы возьмем тогда Йога. Вот. О, парничка с ледяной стрелкой. Забавно, кстати. У нас книжки нет. А, это заклинание через вот этот артефактик, да? А это наш знак мужества. Ай, нам нужен какой-то артефакт еще будет. Так, ну ладно. Две стрелки это хорошо, правда Орин, ням-ням, слабый маг. Тоже неплохой герой, это на самом деле. Вот я тут вижу сразу древесину. Можно конечно же поставить сразу усадьбу и усилиться, но давайте мы сначала сделаем что? Вот так вот разгонимся на собаках. Хотя нет, давайте заберем всю армию и пойдем этой всей армейкой все-таки ходить. Может быть с кем-то придется подраться. Но кентавров пока закупать не будем. Вот тут бесплатные кентавры есть. Вот у нас лесные эльфы стоят. Я пойду сразу в правую сторону, прям в разведку, в разведку. У нас стоят уже вкусные ребятки. Так, здесь конечно же стоит взять соршу, наверное, было бы. Но наверное все-таки нет. Давайте мы сначала сделаем вот так. Нет, здесь купим соршу. Обменяемся им всем этим делом. Так, отойдем в сторонку. Орин отдаст на нас артефакты. И пойдет, наверное, сразу заберет в мельнице ресурсики. Посмотрите, там он, королевские грифоны. Не дошел, да? Так, хорошо. Пока сюда сядем. Портал славы мы поставить можем. Я бы здесь взял гильдию сразу. Посмотрите, что в книжке у нас будет. Хотя, конечно, выгоднее было бы, наверное, что-то другое взять. Но возьмем, что есть. Так, здесь вот этого молодого человека возьмем. Он довольно шустрый будет. Наверное, здесь можно поставить префектуру, чтобы потихонечку она все денежки отбивала. И он довольно быстро это начнет делать. И здесь стартанем. Наверное, вот с этой его подбора. И потом вот так вот сделаем. Ну, что мы здесь можем узреть? Есть башня лучников, что очень хорошо. Куча денег есть на самом деле. Денег действительно много. Королевские грифоны тут кругом армейки. Вот вопрос. Присоединится ли хоть кто-нибудь из них к нам, если мы пойдем их присоединять? Стоит ли бежать сюда за шахтой или стоит сразу пойти куда-то сюда? Можно будет, кстати, как молодой человек при ледяной стрелке-то... Сколько она бьет, кстати? Да, 31 урод. У него одна единичка, да? Ну, здесь он может качнуться плюс левел. Может быть, дадут ему... Ну, ладно. Так. Или все-таки пойти в шахту. Чтобы на следующий ход ее забрать, чтобы она начала приносить доходик нам. Здесь я сразу поставлю усадьбу, однозначно, чтобы она была. И, наверное, можно было бы изру, кстати, взять и сруку. Но, наверное, не будем, да? Давайте вот пока вот таким образом сделаем. Что-то я затупил. Ну, ладно. Бесплатные войска есть. Деньги есть. Но мы сначала пойдем налево сходим. Потому что вот у нас шахточка. Тоже есть деньги. Вот тут тоже есть бесплатные кентавры. Лагерь беженцев. Много лагерей беженцев. Это хорошо. Потом посмотрим, что тут. С кем-то можно повоевать. Так. Ну, а Сорша, Сорша, Сорша. Сорша, конечно, докупит войска. Такие у нее есть. И, наверное, пойдет попробовать сразу пробиться к грифонов. Королевских. Или все-таки сначала пойти сюда. Но вообще, конечно, по совести надо бы сначала на грифонов забрать золото. Потом подняться здесь подраться. Здесь забрать. И уже идти туда. Поэтому. Меня устраивают потери с автобоя. Тут можно будет собрать. Плюс одна защитка. Ну, старт вроде неплохой. Побегаем. Посмотрим, что здесь еще есть. Вот, денежки есть. Тут можно собрать денежек. Соберем здесь денежки. Так, здесь гномов. Гномов много, поэтому трогать их пока не будем. Пойдем пособираем ресурсы. Так, сразу в мельницу заскочим. Ну, хорошо, по ресурсам все в порядке. Ресурсов много. Осталось нашустрить много денег. Так, здесь мы будем подбирать и тратить время на это дело. Мы лучше пойдем здесь еще денег заберем. С королевских грифонов. Орин здесь не получает никакого опыта. Он получает деньги. Много-много денег. Нам нужно будет очень много денег. У нас есть внешний рынок, что очень хорошо. Так, что нам здесь нужно? Нам нужен казарма кузницы. Да, кузницу ставим. А вот здесь, конечно же, можно поставить рыночек. Хотя у нас есть внешний рынок. Поэтому нам, может быть, и не стоит ставить. По-по-по. Для дракончиков нам нужна гильдия магов. Ну, давайте все-таки. Надо было в первый день, конечно, префекту ставить здесь. Но я его затупил. Ну, по-по-по-по-по. Ну, ладно. Наставим префектуру тогда тут. Рыночек все-таки поставим. Рыночек решает, поэтому пусть будет. Чем больше рыночков, тем лучше. Тут денежку забираем. И идем сюда тоже за денежку. Здесь ресурсы. Ресурсов у нас с запасом. Это хорошо. Это нам поможет в следующих днях размениться по выгодам. Тут мы забираем. И идем сюда. Единственное, что мы делаем вот так вот. Строим единичек. И идем сюда еще. Ага. Плюс у нас, кстати, какие-никакие артефакты появляться начинают. Так. Вот здесь очень хороший спот. Сюда бы, конечно, донести какую-то армейку. Стоит ли здесь брать форт за пятерик? Очень сомнительно. Мы возьмем казарму. Потом монастырь. И на портал нам не хватает. Здесь поставим рынок. Пусть будет. Здесь мы, наверное, уже ничего пока ставить не будем. Пойдем по пути попытки все-таки собрать. Денег. Достаточно. Две тысячи. Хорошо. Две тысячи. Хорошо. Продвинутая мудрость и сила магии. Тоже хорошо. Две тысячи. Хорошо. Учников возьмем, потому что иначе... Как? Сорша врывается. Шесть. Шесть многовато, мне кажется. Я думаю, здесь можно как-то разменяться повыгоднее. Тридцать единиц урона, двадцать единиц урона. Ну, выгоднее, конечно же. Ну, так вот сделаем. Так, что-то медленно они двигаются. Неужели? Странно. Вроде максимальная скорость. Так. Угу. Ну, да, наверное, в любом случае будет шесть. Да. Ну, лучше, чем автобой не получилось. Автобой, конечно, гениальная машина. Тут много арбалетчиков. Вот с арбалетчиками уже не хочется воевать. Да и особой нужды нет, поэтому мы пойдем сюда вниз. Сейчас побыстрее, да, чтобы добежать. Чтобы здесь пробиться, потом пробиться тут. Собрать здесь ресурсы. Орин просто пойдет собирать ресурсы? Или пойдет как-то в цепочку встанет? Наверное, все-таки, да, наверное, нам стоит... Ну, здесь на подхвате постоим. Так, здесь что у нас? Монастырь поставлен. Хорошо. А на следующий ход нам точно хватит денег, если мы особо тратиться не будем. Денег хватит, ресурсов тоже. Поэтому здесь можно поставить... Ничего не будем ставить, потому что будем пытаться ангелов в замке поставить. Нам для этого деньги нужны. А может не хватить, хотя, конечно, на ртути много. Ну, ладно. А если архов получится, так это вообще... Замечательно. Так, мы здесь взяли кентавров. Если бы могли, конечно. Вот теперь можем. И вопросики, вопросики. Тут мы забрали. Сюда зашли. Базовые доспехи. Ага, здесь тупичок у нас. Так, мы попробуем пока вот таким образом пройтись. Орин здесь, йог у нас тут. Здесь я, наверное, сделаю вот таким образом. Ну, пойдем выбьем. Согласно принять, безусловно. Вот это уже очень и очень хорошо. Такое количество кентов позволяет нам на следующий же день выбить... На следующей неделе выбить этих ребят. Собрать здесь кентов, здесь кентов собрать. Их заапгрейдить. И можно будет спокойно на следующей неделе выбиваться уже. Так, ну, Орин тогда подойдет, сразу заберет, чтобы потом эти мувы не тратить. И здесь мы просто... Сделаем такую хитрость. Угу. Отлично. Это даже лучше, чем я думал. Портал славы поставлен на первую же недельку. И теперь нам нужно будет поставить этот портал славы в замке. Чтобы было три ангела на следующей неделе. Так, Йог. Йог может добежать дотуда. Это очень хорошо, что он может добежать дотуда. Поэтому он дотуда и побежит. Слишком большие потери. Здесь явно можно отыграть лучше. И вместо кентов потратить... ...габлату. Если уж на то пошло. Ну, напрямую подошел с левочкой. Блин, там вот я ошибочку совершил. На большую ошибочку совершил. Надо было сбить от ветку. Ну, что поделать. Так, подходим. Угу, отлично. Доблату потратили. Доблату не жалко. Жалко, что одного мыва не хватило. Вот это жалко. Так, здесь, наверное, надо сюда забежать. Или сразу сюда. Давайте сразу сюда встанем. Так. Морин, друг мой. Так. Ну, заставим. Здесь можно отыграть без потерь. Жалко, конечно, что эти не стали присоединяться. Они бы нам не помешали. Они бы нам не помешали. Хотя, конечно, сейчас появятся три ангела. И с тремя ангелами уже... Возьмем базовый воздух. С тремя ангелами уже не так будет важно. Все, что здесь происходит. Потому что ангелы слишком сильны. Но чем больше армии, тем лучше. Правильно? Пойдем во всякий случай сюда. Над стадель нам хватает. Как-то так. Давайте походим, посмотрим, что будет. Шахту мы забрали. И бежим сюда за денежкой. Если на следующий ход. Здесь я, наверное, строже сразу встану вот сюда. Ого, грифончиков-то двадцаточка. Вот нам хватило на замок. И это чудесно. Так. Орин, братишка. С этой стороны сбежит. И сделает вот что. Вот так, каким образом, разменяется. И пойдет встанет вот сюда на следующий ход. Чтобы, если что, разменяться по денежкам. Вдруг немножко не хватит. Сорша сразу побежит сюда, заберет денежки. Здесь сразу пойдет покупаться. И у нас будет три ангела. Три ангела это уже большая армия. Денежки. 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 Это на денежки не похоже, но близко. Ну, блин, у амулетмана дело хорошее. Так, и здесь мы можем поставить префектуру, чтобы она уже начинала приносить денежки. Хорин пока здесь останется. Ну, он так вот сделает. В принципе, да. И может уже вообще выдвигаться куда-нибудь в другое место, например. А он может здесь на подхвате остаться. Зачем ему выдвигаться? С одной стороны. С другой стороны, вот здесь тысяча опыта есть. Шахта еще не захваченная. Пойдет. Наверное, все-таки захватит эту шахту. Пусть она у него будет. Пока пропустим ход. Посмотрим, что дальше. Так. Кентавров здесь забрали. Не сели. Барышня забирает здесь кентавров. И тоже идет сюда. Кентавров действительно много. Так. Этого Грифона донесем. Давайте вот сюда пойдем. Орин забежит сюда. Грифона заберет. Чтобы разгон не терять. И пойдет сюда. Так. Здесь пока тогда... Вот так на одну шишечку подойдем. Потому что нам это дружок потом донесет. Здесь мы забираем. Ну, тоже на всякий случай возьмем. Еще нет. Теорийно. Можно подкинуть еще 9 лучников. Будет неплохо. Здесь нас что интересует? Здесь нас рыночек интересует. Пусть будет. Чем больше рынков, тем лучше. О-о-о. Там кто-то сломался. А мы здесь делаем вот так. И вот у нас уже вот этот джентльмен. Бежит вот сюда. Здесь не будем с лучниками драться. Нет смысла. Как сюда попасть не очень понятно. Похоже, что откуда-то отсюда. Так. Соша тысячу забирает тогда, получается. И идет... Вот сюда. Но она с другой стороны... Да. Ну, тысячу нам надо забрать. Тысяча есть тысяча. Тем более, что базовая логистика дошла. Это супер хорошо. Так. Там от рынка все далеко, да? Ну, все равно не зря мы три рынка сделали. С лучниками не будем драться. Эти сами захотели с нами подраться, да? Что-то все чрезмерно большие потери. Хорошо у нас была жертва. Отлично. Как раз большей частью своей габлату нам расстреляют. Ёб. Добежит. Заберет отсюда вот этот мусор. Тогда больше он нам не нужен. Варен свою плюс одну защиту заберет. Так, ну здесь по большому счету осталось только улучшаться. А здесь тоже, да? Ну, понятное дело, что ресурсов пока нет. Да, что-то сломался логаритм. Здесь мы ресурсы забирать не будем. Мы пойдем сразу сюда. Сорша, конечно же, идет драться. Конечно же, делает это без потерь. Дерется со всеми, с кем только может. Хотя я так понимаю, что они как раз-таки не переходят с нами в другой сценарий. Поэтому... Так, эта барышня тоже здесь свои денежки собирает. Денежек много. Я тут сюда. Ну, а Орин на подхват. Чтобы потом донести нам еще немножко ангелов. Стоит ли здесь развиваться? Ну, почему нет? Ну, правда, давайте так сделаем. И аналогично поступим здесь. Здесь можно, кстати, и цвет поставить. Так, по большому счету. Ну, давайте цвет поставим, чтобы потом приросло побольше эльфов. И сформировали более серьезный ударный стэк. Так, ну здесь, понятно, денежки нужны. И немножко разведки надо. Ага, здесь архидьяволы. А вот здесь у нас уже враг поджидает. Здесь шапочка хорошая. Куча денежек и квест. Ну, мы, конечно же, выгоняем врага сначала. Берем мудрость от себя. Пусть она будет. Вот так вот этот молодой человек забегает сюда. И бежит сюда. Йок у нас тут на подхвате что-то собрал. Барышня бежит сюда. Да, отлично. Ну, 133. 133 это много. Так. А Орин у нас здесь на подхвате. Наверное, пусть и здесь станет. Скоро как раз закончится день. Можно поставить муниципалитет. С одной стороны. С другой стороны стоит ли. Наверное, да. Поставим здесь муниципалитет. Немножко экономику поднимем. А тут, 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 тут кузницу пока поставим. И, конечно же, пройдем. Вообще, конечно, надо было бы сюда бежать, по большому счету. Но мы сначала пойдем туда сходим. Куча денег, куча опыта. Хороший артефакт. Так, здесь что нам нужно сделать? Блин, здесь, конечно, опасно, но... Ну, не так, чтобы опасно. Ворвались, да? О! На что, кстати, расчеты был. И он оправдался. У нас теперь 60 лучников. Пусть и не грейженных, но они есть. Это больше, чем ноль. Я думаю, что все будут вынуждены согласиться с тем, что это больше, чем ноль. Здесь можно было бы поставить замок, но... Надо ли? Можно поставить рудник. Родник, точнее, не рудник. А здесь что можно сделать? А здесь можно тоже что-нибудь сделать. Но, наверное, ничего мы делать не будем пока. Сэкономим немножко денежек. Меч адского пламени вон там лежит. Ну, блин, здесь статов много, кстати. Отлично. Базовое воздухо возьмем. Сразу здесь нагоним врагов. Можно было без потерь, я уверен, сделать. Но там такие потери не критичные. Уже не совсем важно, что они есть. Что мы здесь можем найти? Ну, здесь вообще нельзя ничего строить, кроме Ордена Огня. Орден Огня бы, кстати, потом пригодился. 2000 он приносит этот городочек. Отлично. Ну, вот он пока на месте стоит. Покупает ангелов. И бежит. Можно даже, наверное, так пробиться. Так, а кто это у меня? У меня вот Йок. Тоже деньги собирает. Еще нет. Сорша, а это у меня вот этот джентльмен. Пусть он сначала сюда зайдет. Так, а Сорша-то идёт проскочит. Тогда баллистика ей не нужна, поэтому она сразу сюда забежит. Блин, фига тут серберов. Но серберы уже опасные. На них так просто нельзя забегать. Наверное, пойдем вернемся сюда. Лучше бы добрать потом армейки чуть-чуть. Здесь тоже можно поставить муниципалитет, чтобы он давал деньги. Здесь можно поставить капитолию, чтобы он давал деньги. Здесь уже можно хранилище ресурсов поставить, чтобы он давал дерево. Здесь пока гильдия магов. Тут молодой же человек тоже побежит сюда. Почему бы и нет. Так, магию двинули. Здесь, конечно, будет до архов их апнуть. Давайте апнем их до архов на самом деле. Почему нет? Кто нам помешает? Да никто вам не помешает. Соответственно. Тоже поставим муниципалочку. Здесь поставим кузницу. Пробился враг. Так, у нас тут два арха. Придется сделать спочку. Но не сейчас. Йог побежит вот так. Вопросик. Денежка. Денежка. По ресурсам все в порядке. Нам можно, получается, идти сюда. Улучшать портал славы. И, наверное, Сорша может встать сюда, чтобы потом более удачно разменяться. На следующий ход. Барышня здесь забежит. Тоже какие-то денежки получит. Потому что, да. Так. И вот тогда теперь можно. Здесь можно теперь. Сорша все-таки вот так вот сделает. Сделает вот так. Для чего? Для того, чтобы вот тут там. Купить Кристиана. Нашего друга Кристиана. Который сделает очень важное благое дело. Во-первых, отдаст вот так. А во-вторых, сделает вот так. И сэкономит нам еще побольше ходов. Так, все. Пропускаем ход и смотрим, что будет дальше. Гонится за нами. Гонится за нами. Пытается нас догнать. Но мы не лыком шиты. У нас есть пять архангелов. Сорше даже не пришлось разменяться. Представляете? Пять архангелов. Пять архангелов. Артефакты какие-то есть. Сорша бежит воевать. Здесь тысячу можно забрать. Забежать по дороге. Но все это будет уже в следующей серии. А эту серию мы на этом будем заканчивать. Получили архов. Увидели врагов. Нужно сдать все квесты. Не побеждать пока. Не захватывать главный город врага. А сначала пройти квесты. Чтобы артефакт перешел в следующую миссию. Но этим мы займемся в другой серии. На этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok